Здравствуйте, меня зовут Людмила Фролова. В эфире еженедельный выпуск новостей о самых ярких событиях и жизни Гайского округа за прошедшие 7 дней. Вы узнаете прямо сейчас. 25-летний гайчанин обокрал подругу своей бабушки. Судом установлено, что в декабре 2019 года три женщины собрались в квартире, чтобы отпраздновать наступающий Новый год. В процессе празднования одна из них попросила внука своей приятельницы сходить в магазин. Она передала ему свою банковскую карту и сообщила пин-код. Парень купил продукты и букет цветов в качестве подарка, но банковскую карту не вернул, а на следующий день снял с нее 40 тысяч рублей, которые затем потратил на свои нужды. Уже в суде свою вину в совершении преступления он признал, а украденные деньги вернул в полном объеме. Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил. Гайские участковые инспекторы рыбнадзора задержали 43-летнего арчанина, который при помощи лодки и сети выловил из реклинского водохранилища 82 рипуса. Ущерб водным биологическим ресурсам оценили в 82 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде. Отметим, что в Гайском округе это уже не первый случай за прошедшие пару месяцев, когда полицейские привлекают к ответственности рыбаков, промышляющих без специального разрешения. Несколько работников Гайского диабазового карьера объявили забастовку. Причина – якобы неполная выплата заработной платы и отсутствие надлежащих условий труда. По мнению мужчин, фактически не выполняющих работу уже третий день. Руководство предприятия нарушает их трудовые права. Именно для их защиты коллектив обратился в органы прокуратуры и СМИ. – Когда проблемы с оплатой начались? – С декабря месяца. – С декабря я устроился в феврале. С февраля месяца получаю по 12 тысяч. Один раз дали, применяли мне 5 тысяч. Сказали – крепите, ждите. Вот отгрузка пойдет. Будет сезон щебеночный. Пойдет отгрузка и вам все вернем. Вот щебенку все отгружают. Уходят вагоны, уходят машины, скани. То есть таскают. Мы знаем, что по сколько тонн. Это все грузится. Сами все грузим, то есть сами видим. И ничего не принимаете. – Никакой отдачи нет. – То есть вас не устраивает не то, что вам обещали минималку и ее платят, а то, что обещали гораздо больше? – Да, да. За 12 тысяч я бы, наверное, не пошел дробильщиком работать. – Да. Вредность как бы, пыль, все. Средства индивидуальных защит ничего не выдают вообще. – Вы здесь живете как-то вахтей? – Нет, нет. Мы ездим домой 15 дней. – Нет, мы гайские. Я сам гайский, он каленовский. Вот. – А вот сегодня то, что происходит, как это получилось? То, что мы видим тут органы прокуратуры, следственники? – Ну, накипело уже все. – Да. Ну, это сколько можно? – Сколько можно терпеть уже? Ну, 4 месяца. – У нас семьи уже. Как бы. – Ваши требования какие? – Выплатить зарплату. – Да. Наши чисто заработанные наши. После этого даже мы можем уже уволиться. Вот я на данный момент, я даже могу с этой шараги уволиться. Здесь директор, пока я работаю, здесь три директора. Меня принимал один, сегодня приходим, там сидит уже третий. Мы вот 1-го числа познакомились. – Текучка людей, сколько людей они перекидали здесь зарплату. – Да, просто. Сейчас можно позвать тех, кто уже работает в Челябинске по несколько вахт, дробильщиками по несколько вахт уже вот отработали именно. Там зарплата вот, извините, они по 40 тысяч оттуда привозят. – Вы рассказывали, что каким-то образом проводили забастовку. Что именно делали? – Выходили на работу, сидели на рабочих местах, мы не работали. – Руководство как реагер было? – Принесло нам заявление, типа как… – За невыполнение. – Да, за невыполнение. – Планы или чего там нас… – Выговор на… – Да, типа выговор. – Выговор. Ну, это тоже Филькина грамота. Пишите хоть куда. Вот вчера именно за целый день они ни разу не подошли. Ну, мы сказали, что вчера позвонил в прокуратуру, в следственный комитет, они ни разу не подошли. Пришло 6 часов вечера, приходят с бумажки, ну, с Филькиной грамотой, где нету ни печати… – Да, пугает людей. – Ничего. И просто, ну, на пом, так скажем, вот, берет просто и вот рассказывает нам, что вы вот не так, там неправильно поступили, там неправильно поступили. – Да, грозят увольнением. – Вы ничего не добьетесь и просто вас уволят. Гайский межрайонный прокурор незамедлительно организовал выездную проверку. На место выехали сотрудники надзорного ведомства, следственного комитета и МВД во время проведения проверки на Гайском диабазовом карьере. Они провели осмотр спальной обеденной зоны, а также душевой, которыми пользуются сотрудники предприятия, приезжающие на 15-дневную вахту, поговорили с работниками и изучили документацию. Также в ведомстве официально прокомментировали случившееся. – 3 июня 2020 года в Гайскую межрайонную прокуратуру поступило коллективное обращение работников общества, ограниченной ответственностью, Гайский диабазовый карьер, о существенных нарушениях трудового законодательства. В рамках рассмотрения указанного обращения Гайской межрайонной прокуратуры совместно с отделением МВД России по Гайскому городскому округу осуществлен выезд по месту деятельности организации. В настоящее время прокуратурой проводится проверка по факту невыплаты заработной платы, а также соблюдение законодательства об охране труда, о результатах которой будет сообщено дополнительно. Людмила Фролова, Андрей Корчагин, служба информации телерадиокомпании «Евразия». Распахнуть балконы в летнюю жару для жителей первого подъезда дома по молодежной 67 в Гайе – непозволительная роскошь. Место ожидаемой прохлады – только вонь из мусорки. Контейнерная площадка старца дома уже не раз становилась предметом обсуждения. И сейчас гайчане снова ищут помощи в СМИ, потому что лицезреть помойку и ощущать ее запахи больше невыносимо. По словам местных жителей, они ни разу не видели, чтобы зеленые контейнеры мыли и обрабатывали. Очень часто они и вовсе бывают переполнены, а то, что всегда вокруг контейнеров навален крупногабаритный хлам, стало обыденностью. Старые кресла, матрасы, деревяшки и многое другое с сильным запахом гари как последствия недавнего пожара дополняют и без того нелицеприятную картину. А что мы можем сказать? Вот я вчера выносила. Вчера увезли половину нас. У нас плохо выводят, очень плохо. А вот эти диваны, ветки, это откуда берется? Ну вот кто-то выбрасывает с домов, с квартир. Мы вот уходим, пожилые люди, а после нас заходит, конечно, молодежь, это все. Даже я сегодня, вчера я видела мусор вводить, такой матрас белый, хороший. А по вашим наблюдениям, там чистота бывает хоть когда-нибудь? Ну тут у нас всегда грязно. А вот что около аптеки, тут выводят, центральная улица вроде, там почище. А у нас тут темный лес. Отметим, что региональный оператор по сбору и вывозу мусора ООО «Природа» работает в Оренбурге примерно полтора года. Скажем честно, деловая репутация компании оставляет желать лучшего. По вине природы в Гайских дворах не раз создавался мусорный коллапс. А график дезинфекции контейнеров и вывоз крупногабаритного мусора и вовсе неизвестен. Тем не менее, заявку от лица жителей 67-го дома по Молодежной мы передали на горячую линию оператора. Ждем наведения чистоты. Людмила Фролова, Андрей Корчагин, служба информации и телерадиокомпании «Евразия». Гайская межрайонная прокуратура провела выездную проверку. Осмотру подлежали площадки и контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов в разных дворах города. Сотрудники ведомства проверили соответствие мусорных площадок требованием законодательства в сфере обращения с ТКО, а также целостность самих контейнеров и наличие либо отсутствие крупногабаритного мусора, который зачастую лежит большими горами возле площадок. На основании материалов средств массовой информации Гайской межрайонной прокуратуры организована проверка исполнения администрации Гайского городского округа и отдела ЖКХ и КС администрации Гайского городского округа законодательства в области обращения с отходами производства и употребления, а также природоохранного законодательства с привлечением специалистов Роспотребнадзора. В ходе проведенной выездной проверки установлено, что на 14 местах размещения мусорных контейнеров имеются значительные нарушения действующего законодательства. По результатам проверки прокуратурой будет решен вопрос о необходимости применения мер прокурорского реагирования. Напомним, накануне мы рассказывали, что мусорная площадка, заваленная крупным хламом, отравляет жизнь гайчанам с молодежной 67. Часто в нашу редакцию обращаются и жители частного сектора. Рядом с их домами простые наземные контейнеры и вовсе не имеют крышек, из-за чего мусор разлетается по всей округе. В целом мусорная тема для города весьма болезненная, но для того, чтобы оборудовать площадки согласно всем требованиям, нужны деньги, которых в бюджете много не бывает. Людмила Фролова, Андрей Корчагин, служба информации и телерадиокомпании «Евразия». В ГЭФ-сквере Пауорской заменят погибшие деревья. В рамках гарантийных обязательств этим займется подрядчик, в прошлом высадивший их на общественной территории. Кроме этого, организация спецсервис, выигравшая в этом году аукционное озеленение города, будет поливать здесь деревья. Отметим, что каждое лето гайчан беспокоят состояние зеленых насаждений в сквере, сейчас больше напоминающим пустырь. Многие саженцев даже не имеют зеленых листьев. Меньшая часть за два года обзавелась небольшой кроной. Напомним, благоустройство сквера по улице Орской проводилось в два этапа в рамках программы формирования комфортной городской среды. На закупку детских игровых комплексов, озеленение, асфальтирование, установку освещения и ограждений были потрачены миллионы рублей. В этом году в ГАЭ отремонтируют еще один участок дорожного полотна по улице Войченко от улицы Октябрьской до улицы Орской. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт стал возможным за счет экономии, возникшей в результате снижения начальной цены контрактов при проведении конкурсных процедур. Ориентировочно в середине июля подрядная организация приступит к ремонту данного участка. Завершатся ремонтные работы примерно в середине августа. Всего будет отремонтировано 218 метров дорожного полотна. Цена контракта составляет 3 миллиона 32 тысячи 178 рублей. Напомним, что в прошлом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был отремонтирован дорожный участок улицы Войченко протяженностью 1062 метра от Орского шоссе до улицы Ленина и от улицы Ленина до улицы Октябрьской. Изношенность водопроводных сетей в сельских территориях Гайского городского округа составляет свыше 90%. Из-за регулярных коммунальных аварий вода в села поступает с перебоями или утекает в поля. А из-за того, что порядка 70% сельских жителей не платят за воду и отопление, ресурсоснабжающая организация не может найти деньги на ремонт магистралей. Пойти на крайние меры и отключить должников от ресурсов коммунальщики также не могут. Из-за пандемии коронавируса делать это запрещено до 1 января 2021 года. Но говорить о том, что в Гайском округе не делается ничего, чтобы как-то помочь сельчанам в решении проблем с подачей воды, будет совсем неправильно. Напомним, за прошедшие несколько лет комбинат проложил два новых водопровода от города до Калиновки и Новониколаевки. При этом работа по направлению в Новониколаевку велась на протяжении трех лет. Сейчас обе сельские территории не испытывают никаких проблем с водой. Как пояснили нам в администрации Гайского городского округа, вопрос изношенности сельских водопроводных сетей находится на контроле. Тем не менее, сельчанам не стоит надеяться только на помощь благотворителей. А прежде всего, следует начать себя и своевременно оплачивать коммуналку. Уже год с вами. КПК «Голдинвест». Принимаем сбережения до 10% годовых. Улица Ленина, 48. Телефон 4-91-90. Еще больше интересных новостей опубликованы на сайте гай.рф. Ищите нас в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Всего доброго. До новых встреч.